Добрый вечер всем на телеканале ЛОД программа «Черно-белый футбол». Это программа о нашем луганском футболе, о его традициях и о тех людях, которые всю свою жизнь посвятили нашей луганской зыре. Щоправда, сегодня герой нашей программы не футболист и не тренер. Он не выходил на поле, забивая мячей, он не делал певные ставки на певных гравцов, разработчик достеменную тактику, гри, команды. А выходил он на поле исключительно у найэкстремальнейших и найвизначнейших моментах. Как-то 29 жовтня 1972 года после матча. После финального свистка. После финального свистка, сразу же в первые секунды, у того сакраментального, известного матча Луганской Ворошиловградской зыре, против торпеда из Москвы. Тож, людина, якою, точнее, с помощью голоса якої запамятался наш футбол останние певстолетия. На памяти этого человека добрых три десятка тренеров Луганской зари. Сотни, сотни футболистов. Все взлеты и падения луганской команды. Практически две тысячи матчей разного уровня и в разных лигах чемпионата Советского Союза и Украины. А еще Кубок чемпионов, Олимпийские игры, игры доброй воли. Это он все не просто пережил, он все это прокомментировал. Сьогодні у нас у студии відомый радянский комментатор, заслуженный працівник культури Украины Юрій Иванович Сипунов, якомусь саме сьогодні, 19 числа січня, виповнюється 70. Зі святом вас, с днем народжения! Спасибо, Сашуня, спасибо, Леонардо. Вы знаете, годы так летят быстро, знаете, как той песня. А годы летят, наши годы как пицы. Все-таки с праздником. Как проходит сегодняшний день? Где уже побывали, с кем встречались, кто поздравил? Конечно. Ну, поток поздравлений Леонардо я уже мобильный взял, отложил, чтобы невозможно, он красный. Он у меня черный вообще-то, но он красный был. Ну, начал, как всегда, с храма. Отец Виктор плеснул на меня на улице, как положено водичкой. Я говорю, отец Виктор, плескай. И он как плеснул, водичку посвятил. И потом в 11.00 стадион Ленина, чествование олимпийцев и всех выдающихся физкультурников и спортсменов Луганщины. Так солидно. И Кравченко, и Олег Акимов, и Томочка, и Костя. Организовали, ребята, такое мероприятие. Так в памяти физкультурников. Ну, и к этим поздравлениям примите еще поздравление от Нины Максимовны Зониной. С Германом Семеновичем мы не поговорили. Он сейчас лечится, но здоровье нормальное, потому что с недавних пор он возглавляет высшую аттестационную комиссию тренера в Российской Федерации. Поздравляет вас Андрей Комарицкий, вратарь Киевского арсенала и воспитанник Луганской зари. С ним мы разговаривали накануне. Поздравления и наилучшие пожелания вам передает Сергей Юрьевич Морозов, чемпион СССР в составе ЗАРИ, заслуженный тренер Украины, а теперь уже и спортивный комментатор. Да. Ну, вы знаете, уж если мы так взяли и пригадали комментаторов, известных комментаторов в сучасности, то не можно не пригадать видатных. Та нет, ну что там, просто глиб комментаторов. Легендарных. Ну, просто не то, чтобы легендарных, а не ймовірных комментаторов минулого столетия. Ну, просто, знаете, мы знаем, что вам довелося працювати и с Вадимом Синявским, и с Миколой Озером. Да, и вот такой... Кстати, Озер в этой студии здесь Валя Познякова, Юрий Ванят, корреспондент труда. И я здесь сидели в этой студии. Вот не помню, честно. Вы знаете, надзвичайно, от такая легенда. Что такое легенда? От довго, довго можна сперечатися. Потрібно це слово. Не потрібно вживати до людей, які є професионалами, які віддали душу і серце своїй справі. Але от є такий певний момент, от певний штрих. Це коли молодь говорить і розповідає одне одному. Ось історія з Миколою Озеровым і з вашим першим матчем, вашим дебютом «Локомотив», «Динамо». І як ви... «Динамо Київ». «Київ», «Динамо». Як ви коментували, записуючись на плівку, що потім Озеров послухав. От скажіть, от той момент... Синявский послушав і зробив. Да, Вадим Святославович, їдем на футбол, на «Локомотив» играем. Зараз помню гол Ворошилова. Це було в 1959 році, «Жовтый», як ви сказали. Ну і Синявський сказав, що... «Николай Николаївич, це ваш мальчик, треба послушати». Пишу, пишу письма представлі гостері радио Лапину Сергій Георгиевичу. А відповідь приходить один типовий. «Вам треба учиться, і ми вас...» Ну, маманя дала, наскребал там эти копеечки і погнал в столицу. Неделю на пятниць, скажу, сижу. Сказали, де буде ходити Синявський, щоб увидеть його. Ну, їдем на стадион, на «Локомотив» і Писаревський по радио комментирують, і Синявський теж, а Озеров по телевидению. Ну, і записали мене. Ви знаєте, від волнення, перший раз, коли я увидел Синявського, він з одним глазом був, чоловік такой, найбільшого росточка, але такий інтересний мужик. Йомар там сыпється через секунду. Я кажу, «Коля, вон твоя тень, этот мальчик, у мене пиджачка не було, так снарядили вас що-то такое, щоб хочуть-чуть, ну, не було костюма». Ну, вот, действительно, легенд масса, але це дійсний факт. Синявський, після того, як прослушав пленку, обращаясь к Озерову, сказав, цитирую, «Коля, це твоя тень». Після чого Озеров сказав, «Ну що ж, парень, учись, ми тебе подождем». Було такое? Було. І не просто, «Учи, все, ми тебе подождем і заберем». Потом, со временем. Ну, деньжа-то кончились, і Варшлорад, Москва, родной пояс доставив на родину. І ви знаєте, то, що в школі, як проблеми якісь, тому що із-за буйного, так сказати, темперамента, некогда було учиться. Баскетбол, у нас не футбол, ще в те време легка атлетика. Ми займали, у нас хороша школа була. І знаєте, в пам'яти остається победа в естафете на пресс-варшлорадській правді над Валерием Брумелем возле старого юрмага. Мне палочку дали. Я проигрывал Брумелю 5 метров примерно. А Брумель уже был мастер спорта, на всякий случай попрышкал в высоту. Но попрышкал в высоту. Там, конечно, в высоту делать нечего было. Так я эти 5 метров отыграл, еще метра 2 ему фор. И так по скромности там Шлопоберский снял потом. Ну и приехали мы продолжать. Я сбился, темирает, желает. Ну и приехали, Писаревский рядом, Мозеров комментирует, и меня на пленку. Руки так дрожат, ребята. А дрожат руки. Экспромты, которые, так сказать, одно ж было. А тут стоят все люди. 40 я никогда на такого количества зрителей не было. Комментирует на эту пленку. Я просто... Руки трясутся. Ну и потихоньку-потихоньку. И погнали. А потом, ну записали на пленку. Озеров послушал. И Нина Еремина еще была. Знаменитая баскетболистка. Она комментирует. Анна Дмитлева, Нина Еремина. И Озеров сказал, мальчик, у тебя хорошие данные, но надо учиться, и мы тебя заберем. Ну вот, стривайте. Я вот хотів розпитати у такий визначный для вас день. И вот эти спогади, они не просто так. Справа в том, что сейчас слушают очень много людей, что мы говорим. Дивляться на нас и делают певные висновки. Сколько? 15? 16 лет? Ну, юный, юный Юрий Иванович Ципунов. 19. 18. Ну, яка разница? Хлопчик. И еще хлопчик. Не знитився перед глибами коментирования на тот час просто великими людьми. Да и сейчас великие люди. Не знитився. И что ось, с каким, что помогает повертаться? Я этим молодым ребятам и людям скажу, надо верить в свою звезду. Я сын простого человека, рабочего человека, который инвалид войны. У меня ни волосатой руки не было, ни звонков никаких. Ни Нелли Антоновна Приходько, потом председатель гостей радио, областного, выдающаяся женщина. Она потом стала главным редактором Родинской Украины. Спасая, она могла, так сказать, живой остаться, спасая вторую сборную Чехословакии. Загорела в самолете вместе с ним. Взрыв был там. Взрыв, да, в Чехословакии. Я этим людям молодым скажу, верить надо. И надеяться на свои силы, на свои. Верить, стучать, добиваться и идти вперед цели. И вот эта вера, вона, до речи, вера в себя. И вот эта вера, вона, знаете, в чему проявляется? В том, когда повертается молодая человек, молодая, 20 тысяча не имеет, повертается из Киева, из Москвы, из столицы, из того уровня, и вона не кидает эти справы. Через то, что закинчились гроши. Грощи закинчились. Иду, ну, в институт не поступал, да и вряд ли поступил бы с первого раза. Иду техникум, на завод, фрезеровщиком, четвертого разряда присылается мне профессия, завод Ленина. Пошел, как лошадь. Рубашка в соли, ну, а зарплатка у ученика, знаете, какая. Я быстро понял все приоритеты рабочего человека, и того, кто хотя бы в среднем. Я все-таки о комментариях. Вот сейчас, особенно молодые и, ну, не совсем, скажем так, опытные руководители теле, радиоорганизации видят телемосты, радиомосты как какой-то ноу-хау. Но, тем более, что сейчас прямой эфир, тут ажиотаж страшный. Но на вашей памяти вы-то вели эти радиомосты 68-го, прямые, 68-го года, и причем с Озеровым и Синявским. Вы знаете, раз с Синявским перекличка была, советский спорт писал, была местная трансляция по телевидению, футбол идет, и сразу маяк. И я, значит, по маяку начал когда говорить, ну, по телевидению говорил нормально, когда на одном в эфире слышу, что там Синявский, я после него, руки начали трястись, ребята, уже так 68-й год, уже 8 лет стажу было, дай бог, в эфире. Руки начали трястись, а Озеров прочувствовал, говорит, Юра, не волнуйся, как всегда, по технической связи, Юра погнал, как положено. Но, знаете, вот это хвилювание, вот, особенно, я, когда узнал о том, о том, о том, о том, о том, что, что, у вас привив, деньги, о том, о том, о том, о том, там вокруг них это самое, думаю, как же к ним приблизиться, и я к Рагулину подхожу, знакомимся туда-сюда, он говорит, а в Спартаке тренируется на базе, через море, через парк пройти, и Спартак, ну я туда-сюда, а еще у меня не стало на жилье, только приехал, я первый день у него белая шляпа такая, покойный, к сожалению, Рагулин, ну и я, значит, иду, и он говорит, Рагулин, я еще, они не знали, что я комментатор, ну а я потом Рагулину раза два на ушко, внимание, говорит и показывает Москва, атакует советская сборная передачи, Рагулин, удар, и меня, значит, Тарасову говорит, ну гляньте, какой мальчик, пусть он с нами будет, Тарасов увидел, поставили микрофон тут, чтобы их подстегивать, чтобы лучше тренировался, и локтевый элемент Александров, они из майоров там, так сказать, и я начал ставить на стадионе микрофон, и я прогреваю народ, Тарасов, Юра, давай, Юра, давай, и ставят меня, Тогда еще Чернышов же был Аркадий Иванович, динамовский тренер, Аркадий Иванович вторым, и ставят меня на довольствие, я питаюсь рядом, вечерком на грудь берем, по-сухому чуть-чуть, ну они же дурок с нами, видят, что я не придам, не настучу, и в это самое есть, надо было принести, есть, написал локтев с ошибками, ребята, локтев Альметов Александров, а я же снимал же, эти пленки засветились сам же, своим фотоаппаратом, Федик у меня, я неплохо раньше в молодости фотографировал, на память Юрию Сипунову, комментатору из Луганска, с одним М, и я не правлю это, где локтев Костя написал, и фотографии стоят слева Веня, в центре Альметов и справа Локтев, это знаменитая, легендарная тройка ЦСКА, и эту фотографию, она дома у меня, сборную, в Бразилии украли, где мы озеров, и 15 июня 65-го года, где Комсомольский проспект, мы стоим внизу, и я там снимался, ну тут фотографии, я знаю, где она всплывет, ну нет, я не жаль. Снова о легендах говорят, что когда-то вы попросили подписать через кого-то Озерова книгу, а Озеров сказал, неужели Сипунову нужен мой автограф? Было. Это есть такой покойный человек, он такой фанатик был, говорит, Валек Нефедов, не дождался чемпионства, красавец парень, 30 не было, умер. И он, потом мне и Озеров рассказывал, вы знаете, подходит к Озерову, Валек, и говорит, Николай Николаевич, во внуков аэропорту, говорит, есть у нас такой мальчик способный, он уже знал, ну да я же видел, говорит, такой способный мальчик, вы не можете ему автограф написать? Он говорит, а что, Юра, сам меня не может взять? Валек говорит, я остановился, и не знаю, что говорить Озерову. Кстати, у Озерова такая же победа, как и у меня, так у меня зеленая, зеленая цвета, она сегодня живая, а Озерова была светленькая. Давайте про перемоги, про перемоги и поразки, але уже больше до футбола и до матчей. Вот мы с Ралендаром напередодні этого эфира сели, так вот помикритили, нарили трешечки архиву и подраховали, что десь 2000 матчей. Я не раховал, я не знаю, сколько. Если по 30 матчей в сезон, а бывало, что и по 46, получается 2000, даже больше. Мальчики я не считал, честно, я от души это все делал. А який, тем паче еще от души, який матч доси, и от доси, и у цей день доси перед очима? Ну их, конечно, было немало, но я скажу, два антипода матча. Когда Заря стала чемпионом, у меня, кстати, куртка эта хранится, шофера ее берут под машину, я сказал, все, куртку почищу синяя, будет же 40 лет. Куртка-то есть, когда я выскочил, спиритуризм комментировал, и новости сняли. И я выскочил в этой куртке, не закончил репортаж, он никуда не денется. Обнять! Не опережайте события. Молчи. А второй, вы знаете, как ни парадоксально, это матч с львовской командой Карпаты, это Заря Малс уже была, когда Журавлев был главным тренером. Я и сейчас слышу голос Журавлева, куда ты, Шилая? 1-0 выиграли. 1-0 выиграли, на 87-й минуте матча забили гол. И когда режиссер говорит, Сипунов, заканчивай репортаж, я репортаж закончил, говорит, а фамилия? А я подумал, есть ли она у меня, эта фамилия? Я отдал все, чтобы было. Понимаете? Фамилия есть. Это судьба, это религия. Это полностью отдавать себе матчи, и вот Заря вечно сама сделает себе трудности. Потом она их героически преодолевает вместе с Журавлевым и Юрием Владимировичем. И еще раз, слышите, был, ну это страшный матч. Я думаю, что благодарен мне Журавлеву за то, что он, так сказать, выдержал. Когда в Запорожье, ребята, это страшно было. 0-6 проигруем. Я там ездил и проводил работу с Семиным, одного игрока брал. И Журавлев кричит, Сипунов, выйди на поле. 0-0 наша команда. Не потому что даже по игре, а по другим составляющим. И у Журавлева, ну вот чтоб он не обиделся, скажет, Сипунов рассказывает. У него как начала эта вена, вот это, знаете, идет в сердце. Вот так. Я вижу. Сейчас, чтоб он не упал. Быстро ему там с полстакана валерьянки, а потом жидкости покрепче. Думаю, он вот такой, глаза вот такой, думаю, он не выдержит сейчас. Самое главное, что нам тогда, пред тех 6-0, 3 гола забил наш Михаил Пацвери. Да, Миша. 2 гола нам забил Андрей Мухин. Так что забивали-то нам по традиции. Наши же игроки. Ну, представляете, он же человек, он эмоциональный человек, Журавлев. Ну, и вот. Ну, и все-таки о матче, о матче, который Александр уже упомянул. Это 29 октября, воскресенье, 29 октября 1972 года. Предыстория. В субботу в Тбилиси Динамо Киев и Динамо Тбилиси играют 1-1. В этот момент все уже посчитали, что Заре-то для чемпионства необходимо всего очко. Точно. Как это было? Смотрим. Парашиловгран. Чемпионат країни в Росполі. А долю золотих медалей задовго до его закінчения может вырешить матч Заря-торпедов. Наполегливо атакуют Господрі Поля. Атака. Ще атака. Атакует Заря. Передача. Анищенко. Анищенко адресует мяч Семенову с мячом Кузнецов. Удар. Подовите ща. И может выявиться золотым. Заре, аби стати чемпионом, навіть очка досить. За матч Сторпеда триває. Володині Кубка Радянського Союзу не складають зброї. Темп посилюється. Це ж ты смирнув з рівній рахунок. На справу зроблено. Заря чемпионом. Финальний свисток. Абрамово Владимир чувствується, как говорил Остап Ибрагимович Бендер, что вот і збілась. Мечтайте, вот так снимайте мене в кино, так дарите мене цветы. Заря чемпионом. Как сейчас помню, в кадре она попала в кинохронику, бегу обнимать Зонина, и у всех ребят синяя куртка такая была. Я эту куртку бросил в сторону и побежал. Есть города, которые и побольше, и по чемпионом они так не станут, а чемпионом, все я сказав, что они не станут вообще никогда не станут. Вот так вот это было, это действительно легендарный матч, это легенды, потому что людей, которые его видели воочию, ну не так уж и много, и не все те болельщики, которые были на трибунах, остались болельщиками, и сейчас все-таки не все выдержали то, что творилось с зарей все это время. И тем не менее, тем не менее, вот я что помню, ну я вообще плечишко сон. А сколько было? Ну 6 лет, 6-7 лет, да. Я помню горящий стадион, я помню вот этот вот клич Заря чемпион, и я помню демонстрацию от стадиона до улицы Советской. И все шли с одной радостью, все шли, ну это был праздник всех. И вот о торпеде я совсем забыл сказать, я просто, торпеда на тот момент была обладателем кубка, полтора месяца назад выиграла кубок. В составе Смирнов блистал, Шустиков, Бутурлакин, Банников, тренирует дед, Виктор Маслов. Пахомов центральный, Леня, Ленев, Саня, ну всех, так сказать, Иванов. Ну там еще и гол был, я помню, Нищенко забил, его не засчитали. Было такое, вы все помните. Хотя и мальчишка, вот что вы запомнили из того матча, вот кроме того, что, кроме синей куртки? Кроме синей куртки, и вы знаете, руководителю, который сделал немало для того, чтобы Заря остановилась, так сказать, имела тот имидж и престиж Владимира Николаевича Азарова, он приехал, уже перевели ее в форуме полковника внутренней службы. И приехал, а секретарь... А сейчас генерал полковник в Москве. Да, да. Силиный говорит, а он немножко так, Владимир, не жмет, не жмет, Назаров говорит, не жмет, не жмет, Юра, не жмет, я говорю, не, Владимир, все, как учили, форма вам к лицу. И это было, так сказать. Ну, я еще к этому году, 72-го, так сказать, добавлю, когда последний матч, у меня, ну, год этот сложился, Заря, да, все, так сказать, я хороню Лазаря Ивановича, Людиного отца, и маму свою, 27-го мая. И вы знаете, к этой истории нечего было добавить. И 5-го августа на пароме в Желтом помогаю мотоциклисту затянуть мотоцикл, он включает лебедку, я чуть без руки не остался. Ломают правую руку, я на мотоцикле, слева одной рукой, а правой же газ надо давать. Приезжаю на мотоцикле во вторую больницу, доктор глянул, сломал руку, а пьяного одного привозят, в кальсонах сидит 5-го августа. Говорит, парень со сломанной рукой сидит, ждет, а ты, так сказать... Давайте оплаких. Не, я сейчас закончу, сейчас закончу. И вот, знаете, разрабатываю руку, разрабатываю, ну, никак она. И с 7-го марта следующего года на остановке сижу, на ДК строителей, жду Люда куда-то побежала, и жду, ну, где же это Люда? А мальчик такой, типа студент, стоит в шляпе, их три бандита идут, и с этого мальчика шляпу снимают, то ли студент, то ли 10-й класс. Рука согнулась, ребята, я вам сказал, с 5-го августа не сгибалась, согнулась рука, я сказал, двух больших убью сразу. Вся остановка кричала, надо помочь, шляпу я снял, на этого мальчика одел, и это самое, и с ними разобрался. Вся остановка кричала, надо помочь, но ничто не помог. И рука стала сгибаться, все. Это свой рідный штрих до портрету, что сегодня наживо перед нами Юрій Иванович Сипунов. Но вы знаете еще один штрих, который особо меня, как юного поциновуюча футболу, особо меня просто надихает у вас. Это постоянный оптимизм, постоянный, в футболе, что, да ничего, вылетели, 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 вылетели из вышки, да ничего, не потрапили, там не вистачило очок, или грошей не вистачило. Если бы мы часами тогда вылетали из вышки, нам еще Динамо Киев помогло хорошенько. Кстати, Динамо Киев, ребята, история уже, как раз день рождения Куксова, 20-го числа, сломая рука, комментирую матч из Киева, а потом называется на политических меридианах Украины передача, в канун Нового года ее показывали. И редактор мне дал, киевский редактор, две страницы текста, я так посмотрел, он говорит, что будет я читать, я уже запомнил, он смотрит на меня. Там было сочетание сплава серебра и золота, давало киевской команде, если она с нами в ничью играла, и она становилась серебряным призером, а Динамо Белисси 3-я. А вот, когда поехали в Белисси, в Гагры и в Сухоми, им говорят, с Киевом же в ничью сыграли, мы вам базу не предоставим, грузины жребностый народ такой. А мы настолько проявили характер, молодые там выпускали, так сказать, киевские, и перлы им так, заряб не отдала в жизни им игру никакую, так сказать, но рубились до конца. 3-3 сыграли, и Киеву стало престижно, серебро. Юрий Иванович, вот снова такие легенды. Правда ли, что, ну так, присылали к вам гонцов, чтобы вы разведали ситуацию, как там заре, и смогут ли они с Киевом в ничью сыграть у нас здесь в Луганске? Было. Ребята, трагедия произошла на городке завода ОР. Муж поругался с женой, а он муж был летчик, и направил самолет в этот дом, на заводе ОР, на городке завода ОР, и самолет врезался в хату эту, и он погиб, но, слава богу, остальные жильцы не пострадали, и Киев прилетает, Севидов, Мунтян, Фоменко, еще кто-то из Киев. Рудаков. Рудаков, Жека, Жека, кум, проданца. И, значит, начинают меня щупать, а Фоменко же, я дружил с Фоменко и Мишей, начинают щупать, как заря. Я говорю, мальчики, заря в порядке, готовьтесь. Да, Сипунов, ты всегда звучаешь. Я говорю, сказал, заря в порядке, гарантии, что вы отсюда что-то увезете, нет. Да, брось. И как раз это, поедем, трагедию, что-то глянули на городок съездили, а потом смотрим. А Рудаков, говорю, Жека, готовься, будет все серьезно. Говорят глаза. Говорят, что даже счет сказали. Три получите какие-то. Да, говорю, горят глаза у ребят, вы их не остановите. Да, ну да. Я говорю, ну, можно меня и ну, а факт будет, будут биться до конца. Вот сколько будет, столько сил. И второй момент. Правда ли, что вы буквально спорили с Команом на пять бутылок шампанского о том, что Заваров, еще тогда игрок дубля, будет играть Динамо Киев? Заполняем протокол. Это сейчас же выдают цивилизации, а раньше Коман говорит или пишет, Сидоров, Петров, и мы пишем протокол. Ну, знаете, это и плюс, что сегодня так, мне кажется, а с другой, когда пишешь, сразу же откладывается, кто чего как. Ну, и мало кто мог позволить с Лобановским или с Команом разговаривать, особенно, когда они, так сказать, не очень хотят. Я разговаривал с Команом и говорю, Михаил Михайлович, кого будете брать? Лесной свидетель, Вадим Стоявов. А он говорит, у нас дубль переполнен. Я говорю, этот мальчик не для дубля, он игрок основного состава. Да вы вот Юрковского не хотите взять, другого? Я говорю, сорока лет назад, эти уже были, и нам не надо. Я говорю, кого будете брать? А Лобановский стоит в стороне, я говорю, Михаил Михайлович, кончайте эти Сипуновские штучки слушать, они вечно журналисты придумают. Лобан уходит, я говорю, Михаил Михайлович, если мальчика не берете, как фамилия? Заваров. Я говорю, если мальчика не берете, его забирают в Спартак, и он игрок в сборную Советского Союза будет. Вот он, да, ну вы не звучайте. Я говорю, Михаил Михайлович, запишите. И когда поменьше стало, лесной свидетель, я говорю, давай, Миша, подружески, хороший ты нападающий, на пять бутылок шампанского. Давай, по рукам, давай. Видав. Ну слушайте. И, значит... У нас две минуты. Две минуты, две минуты. Короче, в Киеве я ездил как в Брянку раньше для меня, Киев, Москва, раз, и я работал в системе ЦК КПСС, и, так сказать, и ребята эти, и Онищенко, когда они уже играли, и Фоменко. Я всегда мог, как он меня вроде и Лобановский ненавидел, статьи там на меня, озеро, говорят, зачем ты... А он 13 игрок зареет. Я. У него в глазах, и вот это... 30 секунд. 30 секунд. И я в эти 30 секунд хочу, так сказать, пожелать людям... А, ну, Заварова, закончишь мысль эту, что Заваров оказался в Киеве, я когда Команова увидел, говорю, Михаил Михайлович, ой, матчик талантливый, невозможно. И таким образом мы шампанское распили. Ну что ж, шановні друзі, ось так, ось таки він, Юрий Иванович Сипунов. 70? Та ні, не 70. 30! Завтра будете комментировать уже, а знаете, чего я хочу еще пожелать? Вот чтобы был момент, чтобы вы после финального свистка выскочили на поле, чтобы, ну, синяя куртка припасена. Да, почище, и вот она. Чтобы ринулись поздравлять, вот это будет всем подарок. Да. Нехай у вас завжди будана снага, здоровья и усёго вам найкраще. Я пожелаю зрителям, можно еще вы 10 секунд даете? Я своим зрителям пожелаю и Владиславу Кривобокову, Леониду Журавлеву, это фанаты футбола. Мы вместе работаем, так что здоровья и успехов. Ну а зрителям скажу, верьте в друзья, и верю я, взойдет она, в любом случае, заря луганского футбола. Клубы вспрянут ото сна, рождая новых чемпионов из числа игроков нашей Луганщины. Надо черпать оттуда, из нашей частоты. Пусть так и будет. Спасибо, что пришли к нам. Еще раз с юбилеем. Спасибо. Всего вам самого доброго. Спасибо, ребята. Ну что, шановные друзья, на все доброе. Любить-то уболевай-то за луганский футбол. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова